В случае, если сердце человека связано с горем или связано с неохотой получать радость, то все равно, где он будет находиться, он все равно увидит грязь, пыль, и ему будет неприятно. Это как за большим столом. Человек, рожденный вот с таким черствым сердцем, он будет сидеть за столом, и на столе ничего не будет лежать, ему нужно будет кушать. И там будет много разной еды, он будет тыкаться и будет говорить, надо же, нечего покушать, и эта еда невкусна, и эта еда невкусна, и эта. После этого, когда он станет богатым и будет сидеть перед дорогим столом, он будет тыкать в одну еду, в другую и будет говорить, и этого я не хочу, я уже ел, и этого я не хочу, я уже ел, и это мне невкусно. Между ними изменилась только внешняя картинка, что там была еда, что там была еда, а вот радость не изменилась, он хоть там недополучает состояние радости, хоть в дальнейшем. поэтому очень часто люди они говорят мы стремимся к тому чтобы изменить свою жизнь а я хочу сказать люди ищут радость она не возникает от того что человек переезжает радость мы должны найти сами нырнув свой внутренний мир радостным можно быть и в одиночестве и радостным можно быть и в бедности но в этом и великолепное качество эзотерики человек который занимается и практикует эзотерическую эзотерическое развитие это человек который рано или поздно становится первое радостным и после этого становится счастливым в семье счастливым в богатстве счастливым в своем здоровье